Кира Штафун Кира Штафун Получив высшее образование, три года подряд проработала на наемной работе и сменила несколько рабочих мест от Сахалина до Санкт-Петербурга. Осознав, что работая за зарплату, Кира продает время своей жизни, она решила уволиться и начать свой бизнес. Начав традиционный офлайн-бизнес, она поняла, что это еще хуже, чем наемная работа. Поскольку, решая многие проблемы в бизнесе, Кира оставалась абсолютно без свободного времени и возможности отдыхать. За полгода до съемок этой передачи, Кира начала персональный коучинг у Артема Мельника для того, чтобы научиться зарабатывать дистанционно через интернет и чтобы свободно путешествовать по миру. Что из этого вышло, смотрите в новом выпуске Истории Перехода. Ноты за нотой, шаг за шагом мы изучали технику игры на фото пиано. Соединяли правую руку с левой рукой, а также изучали различные техники игры на фото пиано и учились понимать музыку. Все это пришло, конечно же, не сразу. Так и в любой другой деятельности. Если вы предпринимаете шаги, пусть даже, может быть, маленькие шаги, но постоянно, регулярно, день за днем, вас это обязательно приведет к успеху. Итак, Кира, это Истории Перехода, и ты в главных ролях, я тебя поздравляю с этим. Спасибо большое. Обычно любой переход в более свободный стиль жизни начинается с увольнения именно с наемной работы. Ты сейчас уже сколько не работаешь на наемной работе? Уже долго, год, даже больше, полтора года примерно. Расскажи о своем опыте, как все начиналось, и что тебе не нравилось, что ты так уже быстро ушла с наемной работы? Да, с удовольствием расскажу. За всю свою жизнь я работала в трех местах. Первое, это было место кафе, мы там готовили и убирали. Работала во время учебы в университете. Подрабатывала, да? Подрабатывала, да. Ну, знаешь, больше месяца я там не смогла работать, к сожалению, потому что это был очень-очень тяжкий труд. Кафе, приготовление, уборка этого кафе. Мы закрывались в 12, уходили домой в 12. Это работа на износ? Это работа на износ, это 100%. На ногах все время, да? На ногах. Кошмар. Не было возможности присесть практически, кроме обеденного. Дальше, после окончания университета, я поехала на Сахалин, работать в компанию Роснефт по специальности своей. Устроилась, веселилась, как и так, на Сахалин, прекрасный остров. Но очень-очень много времени. У меня оставалось свободного после того, как я выполнила свою основную часть работы. У тебя такое было? Ну, да, очень часто, потому что начальник заставляет досидеть. Если я выполнил работу там к часу дня, я был вынужден досиживать, потому что раньше времени, пока не закончился рабочий день, я уйти не могу. Аналогично. И мне казалось, это совершенно нелогично. И попросту мы теряем свое время. У нас же время – это самый драгоценный ресурс, который мы имеем. Потому что время – это наша жизнь, собственно, да? И это действительно может являться таким возмутительным, что люди теряют часть жизни досиживая. Досиживая. Я пыталась говорить с своими начальниками, пыталась объяснить ситуацию, что можно мне там домой пораньше уходить, я выполнила часть работы. На что отвечала мне начальница, что нет. Вот такие условия компании, и это ни в коем случае невозможно сделать. Кстати, ты была на острове Сахалин. Я еще ни на одном российском острове ни разу в жизни не был. Так что я с удовольствием туда слетаю. Ты говоришь, классный, да, остров? Обязательно слетаю, и мне очень понравилось остров. Очень классно. Так, что было после Сахалина? После Сахалина я поехала в город Санкт-Петербург, тоже устроилась работать по наему по специальности в компанию. И знаешь, история повторилась, потому что так же я выполняю всю свою работу. И у меня буквально, знаешь, полдня даже остается свободного времени. В это свободное время я не могу заняться своими делами, потому что за нами смотрят, что мы делаем, прослеживают, и что мне сперется делать. То есть очень большая часть времени, опять же, уходит в никуда. Плюс. Да, то есть, знаешь, я еще называю это пассианс-косынка, эффект пассианса-косынки, да, когда большинство людей на наемной работе, если у них высвобождается какая-то минута, начинают, соответственно, играть. Либо социальные сети, но во многих офисах это просто закрывают, да, сейчас возможности, так? Мне кажется, вот в эти моменты твой мозг просто, не знаю... Перестает развиваться. Перестает масштабно мыслить, я бы сказала. Да. Хотя изначально как-то это в нас есть все-таки. Ну, смотри, что я проследил. На каждой из трех твоих работ тебе жестко, так скажем, отрезали свободу. Свободу выбора, и ты как бы не могла делать то, что ты хочешь. Абсолютно точно. Я прожила в городе Санкт-Петербурге два с половиной года, и там, на мой взгляд, был просто отвратительный воздух. Где бы мы ни жили, будь это северный район города Санкт-Петербурга, будь это район Василия Островский, где была продуваемая территория, залива, везде воздух был, на мой взгляд, не лучшего качества. Приехав сюда, я не знаю, здесь можно заниматься спортом, дышать полной грузью, получать именно живой воздух, который не загрязнен никакими лохлопными газами. Это суперкруто. Помимо этого, я могу сейчас выбирать любое место для своей жизни и выбирать места, где воздух чист, свеж. Плюс к работе в городе Санкт-Петербурге. Я добиралась до своей работы на метро. Потом шла пешком еще 10 минут. И также обратно на метро. И там еще автобусы были. Но это было, конечно, ужасно. В час пик с утра и вечера я нахожусь в метро, где людей очень-очень много, очень много людей. В городе Санкт-Петербурге они толкаются. И они друг друга уже не любят, потому что их уже там перебор. То есть это не самый позитивный транспорт в метро, да? Абсолютно. Сейчас ты передвигаешься на машинах и мотоциклах, это гораздо более приятно, да? Это гораздо более приятно. И я вместо метро ежедневно вижу вот отражение в вилочках пальмы. Да. И знаешь, когда я был в Санкт-Петербурге, ну, 3-4 месяца тепло, остальные месяцы холодно. Ладно, холодно. В холоде я привыкла, я и в Сибири. Сыро и хмуро. Да. Хмуро. Солнца нет, и это демотивирует очень сильно. Очень сильно. Хорошо, мы разобрали, значит, я понял, что вот это, в принципе, вот этот опыт тебе хватило получить, чтобы на всю жизнь больше не работать по найму. Это точно. Я каждый день думала о том, когда же это закончите, и пора бы уже свое что-то начинать, бизнес. Но я поняла, что жить я так больше не хочу. Хорошо. Ты уволилась. Что ты делала дальше? Я уволилась и начала создавать свой бизнес. Так, как я его представляла. Это был интернет-магазин, интернет-магазин обуви испанская. Это был дропшиппинг, то есть заказывала в Испании. Это больше был традиционный бизнес, получается, да? Это элементы традиционного с онлайн. Но, да, доля традиционного там очень велика. Так, хорошо. Там же нужно было инвестировать много денег, да, и так далее. Там я сделала так, что там не нужно было инвестировать много денег. Но смысл в том, что этот бизнес у меня не пошел. Почему? Я начала искать ответы на эти вопросы, почему он пошел, и узнала. Потом, когда столкнулась с наставником, и мы начали развивать дальше бизнесы, ну, потому что я ориентировалась на сегмент средних цен, скажем так, если описи кратко. Вот, продаж не было, были очень большие затраты временные мои, опять же, я вбухивала все свое свободное время в этот сайт развития, и не получалось, ничего не было отдачи, и я пошла вот обучаться. Хорошо. И что в итоге, когда ты пошла обучаться дальше, что начало происходить? Начала создавать новый бизнес, и прям 100% такой офлайновский бизнес. Мы начали делать компьютерную помощь, бизнес-новуслуга, скажем так. Развивали его, развивали. Очень много времени тоже, опять же, тратили на это, в том числе расходы. Я как помню, что мы печатали на своем принтере первую пачку листовок, которые потом же с вами еще не расклеивали, в деле. Я больше так не хочу. Больше такой рекламой заниматься мне бы не хотелось. Занимались мы этим бизнесом порядка полугода, и этот бизнес работал в ноль, то есть сколько мы тратили, столько мы и зарабатывали. Но времени, скажу, он отнимал все свободное время. Когда я проживала в городе Санкт-Петербург, я вела офлайн-бизнес. Это была компьютерная помощь, и мне приходилось быть на связи онлайн. Клиенты могли позвонить в 12 часов ночи, в 3 часа ночи, и всем нужно было решить какие-то проблемы с их компьютером. Если бы я оказалась в джунглях, то мой бизнес развалился бы к чертям, потому что здесь нет связи ни интернета, ни телефона. Да, знаешь, вот эта ситуация называется так, что не ты владеешь бизнесом, а бизнес владеет тобою. И смысл в таком бизнесе, который отнимает у тебя все время, и который не дает по-настоящему такой вот именно свободы финансовой независимости. Правильно? Да, это точно. У меня же цель была стать богатой, так бы я могла стать богатой, работая вот в таком бизнесе. Мне нужно было работать все больше, а зарабатывала бы я все меньше. Мне нужно было наоборот сделать, чтобы я работала меньше, а зарабатывала больше. Хорошо, а теперь давай вкратце. Как раз, я так понимаю, что после этого уже начался процесс твоего перехода, получается, сюда переезда на Самуи. Расскажи вот именно, как все это происходило, пока ты еще не приехала на остров. Я начала смотреть передачи «Секрет новых богатых» и увидела, что можно жить по-другому и можно именно вот работая меньше, зарабатывать больше. А ты не помнишь, какую передачу ты посмотрела первой? Это был «Парабеллум» первая передача. Этот человек может замотивировать. Может. Потом это как цепная реакция, я начала смотреть все передачи, все выпуски, потому что там было очень много для меня классной и полезной информации, очень много. После этого я начала обучаться. Так. Начала обучаться, и вот с июня началось мое обучение. Поставила себе цели, я помню, что еще полгода назад после прощения книжки Тима Хэрриса, как он советовал, поставила себе цель на полгода вперед. И одна из целей была это переезд в Тайлан. Здорово. Хотя я совершенно не понимала, как я это сделаю. Абсолютно не понимала, но цель была. Раньше я считала, что все это невозможно. Возможно жить так, как ты хочешь. Возможно жить там, где ты хочешь. Невозможно так же, как сломать и согнуть вот эту ложку. И в декабре месяце, в 11 декабря я прилетела на остров Самуи, в прекрасный тропический остров, от которого я просто без ума. Да, я помню тот день, когда я приехал встречать вас с Сашей. Потом мы повезли вас в отель, который находится где-то здесь неподалеку. В Ларис. Да. И в результате свои ощущения. Вот после вот этого перелета. Ты ощутила, что это был некий новый формат жизни? Потому что ты сейчас уже живешь достаточно продолжительное время. И насколько я знаю, планируешь и дальше жить именно в теплых странах. Да, планируешь и дальше жить. Безусловно, ощутила новый формат своей жизни. Это просто абсолютно стопроцентно новый формат моей жизни. У меня это больше метро по утрам, это вечера. У меня есть солнце каждый день. Люди же тоже питаются солнцем. И это меня очень мотивирует. Мне многие пишут на сообщения ВКонтакте, на почту о том, как достичь того, чего достигла я за такое время. И, внимание, сейчас я раскрою главный секрет. Первое. Друзья, действуйте. Второе. Спешите жить. Хорошо. Какие ты сразу увидела плюсы? Вот я знаю, что ты сейчас питаешься здоровой пищей, дышишь свежим, настоящим воздухом. Как это, загазованный город, метро, там тоже не очень чистый воздух. Здесь просто громадное количество очень спелых и очень вкусных фруктов. Здесь просто рай для сыроеда, а также для любого другого человека, кто заботится о своем здоровье. Все-таки морской воздух, он как-то придает энергии. Правильно? Абсолютно точно. Люди должны именно дышать чистым воздухом. А ты знаешь, мне кажется, что еще вот в городах люди мало улыбаются из-за того, что как раз нет чистого воздуха, нет качественной пищи и так далее. Мне кажется, это влияет на замутнение сознания. Любой успешный предприниматель знает, что для того, чтобы успевать ежедневно совершать те шаги по направлению к своим целям, которые ты перед собой поставил, необходимо иметь здоровье, необходимо иметь высокую жизненную энергию. И для этого необходимо заниматься спортом и правильно питаться. Мы то, что мы едим, и это абсолютно точно. А расскажи еще, какие ты сразу преимущества увидела? Преимущества, помимо того, что ты назвал, что здесь хороший воздух, хорошая экология, здесь очень много лесов. Да. Это джунгли. Джунгли, да. Это легкие наши страны, наши страны нашего мира. И самое главное, что здесь есть люди, единомышленники. Это один из ключевых факторов успеха. Это точно. Я уже вот в этом здесь именно поняла, что люди – это ключевой главный фактор успеха. Находятся люди, которые мыслят со мной в одном направлении, и которые не говорят мне, что с ума сошла создавать бизнес, актив, какие инвестиции в недвижимость, то что. А они говорят, да, мы тоже так будем делать, мы вскоре собираемся покупать. Да, тебе не говорят, зачем ты читаешь эти книги, да, зачем ты проходишь эти тренинги. Тебе не говорят там, что… Ты в секте находишься. Да, что ты в секте. И это здорово. И только сейчас я начинаю по-настоящему осознавать, насколько окружение формирует наш успех, насколько оно важно. И именно сейчас я рада, что в моем окружении именно те люди, с которыми я хочу двигаться дальше. Значит, смотри, мы сейчас поговорили о принципах. Я сейчас предлагаю немножко переместиться и начать говорить о цифрах. Я хочу спросить, какие у тебя сейчас источники дохода есть и так далее. Давай мы обсудим все-таки уже более такие вещи, которые могут зрители увидеть, ну и, возможно, тоже применить. Да, предлагаю обсудить эти вещи, это важно. Поделишься. Поделишься обязательно. Здорово. Ну тогда давай перемещаемся и продолжаем общение. Окей. Больше путешествуйте, это дает новые возможности, новые идеи и результаты. Итак, Кира, уже больше месяца прошло, как ты приехала на остров Самуи из Санкт-Петербурга. И расскажи, как у тебя обстоят дела за это время с источниками дохода. Да, действительно, уже прошло больше месяца, источники дохода, они есть, но они не многочисленные. Я бы сказала, что это один источник дохода. Но этого дохода не хватает для того, чтобы продолжать здесь жить так, как мы живем, скажем так. Нужно что-то делать с этим. То есть, мало того, что источник дохода один, так он еще и маленький. Да. То есть, это никуда не годится. И даже вот этот процесс твоего переезда, это еще не полноценный переход. Это только начало твоего перехода. Можно примерно так расценить. Я предлагаю сейчас сделать прямо в процессе съемок передачи то, чего никогда мы не делали в рубрике «Истории перехода». Мы начнем прямо в прямом эфире создавать источники дохода и создадим 5 источников. То есть, как будет все это выглядеть? Мы открываем ноутбук. Я просто тебе сейчас показываю 5 источников дохода. А именно, это будут доходы на видео в YouTube, доходы на блоге, доходы в рассылке, доходы в социальных сетях и партнерская программа. То есть, сейчас я тебе рассказываю, как можно получать доходы, затем ставлю задачу, ты в течение дня ее выполняешь, на следующий день мы возвращаемся прямо на это же место и смотрим, что у тебя получилось, подводим итог и приступаем к созданию следующего источника дохода. Очень здорово, это будет замечательно. Да, это будет создание источников дохода с моей поддержкой, тестовое. Посмотрим, что у тебя получится, затем ты сможешь повторить это самостоятельно уже в том формате, в котором ты захочешь. Здорово, с удовольствием узнаю о новых 5 источниках дохода. Ну что, начинаем тогда с YouTube? Да, давай. Так, давай, для начала запускаем сайт YouTube.com и делаем вот что. Так, давай подведем итоги. Тебе задача понятна, что нужно сделать за сегодня, чтобы заработать вот первые деньги с помощью видео. Да, задача ясна, можно приступать. Все, мы с тобой встречаемся именно на этом же месте через один день. Хорошо, договорились. Когда-то я смотрела чужие ролики и видео на YouTube и не принимала никакого активного участия во всем этом. Сейчас я создаю новости сама, создаю видео сама. Станьте трансляторами, станьте активационистами и вы увидите, как изменится ваша жизнь. Есть один секрет, почему люди, которые транслируют, достигают успеха. Я думаю, вы догадались. Ну что, Кира, как прошел вчерашний день, справилась ли с задачами, заработала ли хотя бы 1000 рублей? Да, Артем, с задачей я справилась, которые ты передо мной поставила, заработала 2600 рублей. Это неплохо, за день заработала, но скажу, что времени я потратила на это достаточно. И мне удалось это еще отдать на фриланс, часть работы. Есть у меня еще один секрет, благодаря которому я эффективнее действую. Всю ту работу, которую я просто не очень люблю делать, я отдаю на аутсорсинг или другим людям. Таким образом, я занимаюсь только тем, чем мне хочется заниматься. И это классно. Так, а сколько у тебя чистого дохода получилось? Чистого дохода 200. 200. То есть 500 ты отдала фрилансеру, 2600 заработала и в итоге у тебя 2100 чистыми. Здорово. Я тебя поздравляю. Сейчас мы будем создавать следующий доход, зарабатывать из нового источника дохода. Сейчас просто хочу спросить тебя, насколько сложно было. Сможет ли, допустим, какой-нибудь другой человек справиться с подобной задачей? С такой задачей, безусловно, сможет справиться даже школьник. Даже школьник может заработать на этом. Эта задача подселена каждому, я бы сказала. То есть просто время? Да, нужно время. И несмотря в какой ты стране находишься, главное, чтобы был интернет, правильно? Да, главное, чтобы был интернет. Ты в том-то и фишка, что ты можешь находиться в любой стране. Да, и в этом прелесть доходов онлайн, правильно? Да. Здорово. Давай тогда мы приступим дальше. Ты готова продолжить вот этот эксперимент с зарабатыванием денег прямо в процессе съемок твоей истории перехода? Да, мне он понравился, безусловно. Готова продолжить. Так, но если мы начинали с первого YouTube, сейчас мы продолжим с блога. Притом самое интересное, что ты можешь зарабатывать как на своем блоге, так и на чужих блогах. Вот в этом состоит принцип. И сейчас я хочу тебе как раз показать, что и как нужно делать для того, чтобы в течение дня ты смогла проделать ряд действий и уже завтра снова получить какой-то определенный размер платы. Тебе, как человеку, который проделал определенную работу. Да. Скажи, вот ты когда-нибудь уже зарабатывала с блога деньги? У меня есть реклама на блоге, но эта реклама пока очень-очень мало принесет денег. А сколько, если не секрет? Ой, господи, за 6 месяцев она очень мало принесла, там 10, наверное, может быть, 12 долларов. Ну это действительно мало. Я думаю, что вот в течение этого дня ты сделаешь гораздо больше. Готова? Конечно. Поехали. Хочу узнать. Итак, начинаем вот с чего. Давай посмотрим, что у тебя получится в течение этого дня. Значит, сейчас у нас день. У тебя есть несколько часов, так скажем, до наступления вечера. Если не справишься, еще тебе предстоит вечером поработать. И опять же, на этом же месте встречаемся завтра, так же примерно в полдень. И посмотрим, что у тебя получится, и будем двигаться дальше. Хорошо. Приступаю к работе сегодня. Все, тебе успехов. Спасибо. Успешные и результативные люди всегда видят не проблему, а возможности, скрывающиеся за этой проблемой. Ну, Кира, рассказывай, с какими новостями ты пришла сегодня? Ну, что ж, там, задание я выполнила. Ну, ты мне, конечно, задал задачку. Я думала, как же ее решить. Самой думала выполнять или не самой, потому что, казалось бы, там можно и самой это все выполнить. Все-таки я дала задачу на фриланс и при этом еще заработала денег. Хорошо, ну, давай делись тогда цифрами. Значит, заработала я за это 1500 рублей. Меньше, чем вчера. Меньше, чем вчера. А дала фрилансеру, получается, 750,5. Так, и в результате чистыми у тебя сколько? 750. 750, а вчера? Так, вчера 200. По первому 200, по второму 750, 2850. Но ты близка к 100 долларов. То есть, за два дня почти 100 долларов неплохой результат для начала. Согласна? Я согласна, абсолютно. Ну, и этот доход тоже может получить каждый человек или нет? Сейчас подумаю. Ну, в принципе, в принципе, школьник, начиная там с старших классов, может уже выполнять. Седьмой, восьмой класс, да? Да, седьмой, восьмой класс выполняет задачу. Я вот недавно проводил на конференции вебинар и как раз рассказывал, что, допустим, вот когда в прошлом веке, да, читать, писать, если люди умели, то они считались грамотными. А сейчас уже наиболее продвинутые люди, это которые умеют зарабатывать разными способами самостоятельно, при этом не работая по найму, не ходя с утра на работу, да, и так далее. И не проводя, допустим, весь день на заводе, в офисе, либо где-нибудь еще. Это точно, это точно. Это намного быстрее, приятнее и свободнее. А вот ты говорила, что ты работала на наемной работе. Работала. А сейчас, допустим, когда ты начинаешь осваивать уже и получать реальные доходы через интернет, ты бы рассмотрела вариант вернуться назад на наемную работу? Нет. Почему? Ни в коем случае. Ну, во-первых, нет свободы. Я все-таки борец за свободу. А сейчас ты чувствуешь себя свободным человеком? Абсолютно. И живешь на Самуе? Живу на Самуе, чувствую себя таким свободным человеком и нахожусь в кругу единомышленников. Да, среди зимы. Мне кажется, вот я читаю сейчас книгу Киосаки, «Ты тебе делал молодым и богатым», и там действительно пишут о том, что многие люди считают рискованным открывать свой бизнес, работать через интернет, нежели ходить на работу каждый день. Вот мое мышление сейчас перестраивается, я считаю рискованнее ходить на работу каждый день, чем открывать свое... Твое мышление перестраивается от наемного работника к мышлению предпринимателя. Это очень здорово. Да. Значит, это хорошо, что ты открываешь новые возможности. Я предлагаю открыть макбук и продолжить ставить перед тобой задачи. Посмотрим, как ты справишься на этот раз, потому что третий источник дохода немножко посложнее. Готова приступить? Да, готова, давай. Значит, смотри, этот источник дохода связан... Давай посмотрим, как ты справишься с этой задачей, сколько денег ты сможешь заработать. Тут тоже все будет зависеть от тебя и от твоих способностей общения, да? Да. Ну, да, главное, что я тебе дал шаги и ты сегодня уже можешь приступать действовать, а завтра, опять же, на этом же месте мы с тобой посмотрим, что у тебя получилось и начнем создавать четвертый источник дохода. Хорошо. Договорились? Хорошо, договорились. Желаю тебе, как всегда, успехов. Спасибо. Я раскрою вам еще один секрет успешных и результативных людей. Делайте то, что не делают другие. Кира, сразу к цифрам. Мне не терпится узнать, сколько составил доход по третьему источнику дохода по рассылке. Я договорилась. Договорилась на 2000 рублей. То есть ты по факту уже получила 2000 рублей? Да, мне заплатили эти деньги за рассылку, за рекламу в моей рассылке. Отлично. Тогда расскажи вот что. Нравится ли тебе процесс вот такой, знаешь, как... У нас сейчас идет как спортивное соревнование, как некий спринт. Добежать до первых денег. По первому источнику дохода ты решила задачу. А у тебя был опыт подобный? Или это впервые? Нет, не было подобного опыта, все впервые. Второй источник дохода тоже впервые? Да, вот эти все источники, которые я прошла, это было впервые. Третий источник тоже в первый раз получила. Здорово. Но сейчас, по сути, когда смотрю я, когда смотрят другие люди, уже становится понятно, что до первых денег в интернете добежать может каждый. И дальше процесс увеличения доходов, это уже просто процесс времени и желания. Потому что человек, который понимает, как заработать 100-200 долларов в интернете в течение одного-двух дней, абсолютно точно через несколько месяцев научится в 2-3 раза больше получать. Вопрос личной эффективности. И давай сейчас я тебе покажу четвертый источник дохода, он очень интересный. И вот ты знаешь, есть социальные сети ВКонтакте, Facebook, Google+, Twitter. Да, да. Сколько людей общаются в этих социальных сетях? Миллионы людей общаются. А теперь вопрос, сколько из этих миллионов зарабатывают деньги с помощью этих социальных сетей? Вот, кстати, зарабатывают намного меньше. Единицы. Единицы. Вот я с кем не общаюсь, практически все думают, что общаться ВКонтакте реально, а зарабатывать деньги нереально. Ну а что насчет тебя? Ты-то зарабатывала в социальных сетях деньги? В социальных сетях я пока не зарабатывала, только тратилась на рекламу, недостаточно на свой бизнес. А, тратила деньги, чтобы, соответственно, покупать трафик и так далее. Да, да. Готова освоить? Готова освоить. Новый источник дохода. Давай так, сразу, сколько бы ты хотела заработать в социальных сетях за один день? Ну, порядка 100 долларов. 100 долларов. Думаешь реально? Думаю, да. На самом деле реально гораздо больше, но когда человек только начинает что-то делать, в принципе, достаточно даже получить первые деньги. Когда я первый доход получил из социальных сетей, это было 300 рублей, я ужасно радовался. Ну, давай посмотрим, сколько у тебя получится. Сейчас я поставлю перед тобой задачу. Давай, смотри. Мы сейчас открываем сразу 4 сайта, потому что вот эти 4 социальные сети, они самые главные, их, ну, проще всего монетизировать. Первое, это Facebook. Давай открываем Facebook. Так, вот это сайт Facebook, ты его замечательно узнаешь. Теперь ВКонтакте, vk.com, enter. Затем Twitter. Кстати, какая из социальных сетей тебе больше всего нравится? Где ты чаще? ВКонтакте я чаще и больше нравится, наверное, привыкла больше и чаще там находилась всегда. А вот Twitter не особо люблю, честно говоря. Да, ну и Google Plus мы тоже будем, значит, монетизировать. Теперь тебе нужно сделать вот что. Ну, тогда приступай прямо сегодня. Опять же, как и в предыдущие 3 дня, не теряй ни минуты времени. Встречаемся здесь, чтобы подвести итог. И я тебе еще расскажу об очень интересном источнике дохода, который может превысить все эти 4 вместе взятые. Этот источник дохода не так много людей умеют грамотно задействовать и получать по факту деньги. Мы постараемся сделать так, чтобы ты получила по факту деньги, чтобы ты научилась этому. Сейчас в экспериментальном режиме, в процессе съемок, а потом и в действительности. Очень здорово. Договорились? Договорились, до встречи завтра. Справишься с этой задачей? Приступаю, справлюсь с вами. Я в тебя верю. Спасибо. Друзья, не забывайте о своих любимых делах, увлечениях, о своих хобби. Именно это может вам приносить хороший доход, а самое главное – удовлетворение. Так получилось и у меня. Вот уже пятый день. В одном месте, в одно и то же время мы встречаемся, чтобы подводить итоги и выдать тебе новые задания, для того, чтобы ты получила новые результаты. Как оцениваешь предыдущие 4 дня по насыщенности? По насыщенности – это очень насыщенные дни, это работа каждый день. Мне нравится. Последнее задание в социальной сети понравилось больше всего, потому что ежедневно я публикую свои посты, и публикация партнерских постов – это для меня было несложной. Несложной задачей, и заработала я очень хорошие деньги. А как ты считаешь, почему все-таки ты смогла заработать, а миллионы людей проводят по 3-4 часа в день в социальных сетях и зарабатывают круглый ноль? Я думаю, что это от того, что они не знают, не знание того, что так можно зарабатывать. Недостаток информации и отсутствие определенных навыков монетизации простых социальных соцсетей, которые знают все. Да, да. Соцсети знают все, методы знают единицы. Да. Понравилось? Понравилось. Давай кратко подведем итоги, сколько уже и того за 4 дня заработано. Давай. 2 600, я помню, у тебя по ютубу было. Да, минус фрилансеру, 2 100 получается. 2 100, да. 750. Чистыми. По второму? 2 850. Я, кстати, помнил, когда я получал первые деньги наизусть. В принципе, у каждого человека разная память на цифры. Классно, что ты все записываешь. Да, у меня именно зрительная память. 2 100, 750, 2 000. 1 800 в социальной сети. Сколько и того? Считаем. 2 100. 2 850. 2 чистыми же, да, по рассылке? Да, 4 850. 6 650? Да. Слушай, ну это 200 долларов за 4 дня. Не так уж и плохо. Если каждый день зарабатывать по 50 долларов, при том, это же ты не полный день работала. Не полный, абсолютно не полный. И даже часть задач у тебя делали за тебя другие люди. Все правильно. Это, кстати, принцип новых богатых. Отдать на аутсорсинг те задачи, которые занимают много времени, либо вызывают у тебя затруднения. Есть люди, которые справятся быстрее и легче с этими задачами. Да, я это ощутила и мне очень понравилось. Да. Слышала ли ты когда-нибудь такой источник, как партнерская программа? Очень много слышала, но пока не применяла. То есть у тебя пока нет результатов по партнерской программе? Нет. Но поскольку я уже заработал несколько миллионов рублей, я уже могу считать себя экспертом по партнерским программам. И я могу обучать других людей, как создавать именно доходы с помощью партнерских программ. Но это и модель студента, и модель обозревателя, и модель эксперта. Все вот эти три модели я обучаю других людей. И сейчас я тебя, в принципе, научу прямо в процессе этого дня, как можно рассмотреть, какая модель подходит именно тебе, как выбрать модель лучшую для себя по созданию партнерских программ и для того, чтобы уже получать настоящие деньги. Интересно. Посмотрим? Да, посмотрим. Что я приготовился. Ну, вот, к примеру, смотрим. Хорошо. Ну как, сложная задача? Задача непростая, одна из самых сложных за эти дни, за эти зарплатки. Но я постараюсь справиться. Да. Значит, если по поводу предыдущих четырех источников дохода я не волновался, то сейчас я волнуюсь за тебя, потому что это действительно серьезная задача. Возвращаемся сюда завтра. Посмотрим, как ты справилась. Если ты справилась хорошо, то, соответственно, мы празднуем твой успех. Хорошо, до завтра. Пока. Я очень благодарна своему наставнику Артему Мельнику за то, что в моей жизни произошли грандиозные перемены. Дай-ка я угадаю. Судя по твоей улыбке, у тебя все получилось. Верно, Артем. У меня все получилось. Я очень рада, что я заработала хорошие деньги на партнерской программе. Насколько хорошие? Раньше считала, что это невозможно. 10 тысяч заработала. 10 тысяч рублей. 10 тысяч на партнерке. Это больше, чем 300 долларов. Здорово. То есть ты за один день заработала столько, сколько многие люди зарабатывают за месяц. По крайней мере, в таких странах, как Молдавия, Тиргизия, Казахстан, Узбекистан. В месяц люди зарабатывают 300 долларов. В нашем Маленьком городке тоже зарабатывают примерно такие же деньги некоторые люди. Ты увидела, что в интернете можно за день зарабатывать столько, сколько за месяц. Да, это потрясающе. И это ключ к финансовой независимости. Слушай, а пока вот проходили вот эти вот 5 дней, когда каждый день ты отрабатывала, как бы, ну, делала новые действия, зарабатывала новые деньги, тебе не показалось, что ты, ну, находишься в, как бы, день сурка? Было такое? Ни разу такого не было, потому что это были новые задачи, интересные задачи все-таки. А на работе был день сурка, да? А на работе был, безусловно. Как там будильник, автобус, офис? У меня было метро еще, метро ужасное с утра. Но сейчас вот именно находясь в этом отеле уже какой, шестой день, в одно и то же время, мне единственное по поводу дня сурка напоминает, он тот парень, который поливает воду. Это точно, это его работа. Да. Каждый выбирает то, что хочет. Смотри, Кира, сейчас у тебя идет освоение множественных источников дохода. И я уже вижу, что у тебя никогда не будет в жизни такого, что у тебя будет всего лишь один источник дохода, и его будет не хватать. Это точно. Ты увидела, что ключ к финансовой независимости – это несколько источников дохода? Увидела, безусловно. Да, при том источники дохода могут быть как активные, когда ты что-то делаешь, так и пассивные, когда ты не тратишь своего времени, а за тебя, допустим, работают другие люди. Либо партнерская программа. Знаешь, вот как я обнаружил? Я просто снял видео, просто дал ссылку на партнерскую программу на своем блоге. И на эту ссылку больше года уже заходят, постоянно покупают определенные продукты в интернете, а мне доход идет постоянно, хотя я разместил эту ссылку один раз. Вот этот эффект пассивного дохода, он и приводит человеку к финансовой независимости, когда они могут путешествовать, покупать себе что угодно, жить зимой так качественно, как в основном люди не живут в обычной жизни. Это точно. То есть вот сейчас я чуть ли не каждый день слышу, как холодно в России и в других странах, а здесь не холодно, здесь классно, солнечно, улыбчивые люди и так далее. В этом климатическом поясе, в этом чудесном месте на тропическом острове Самуи чувствуешь себя гармоничнее, спокойнее в любое время дня, ночи, утра, вечера. Здесь люди чаще улыбаются, они и веселы, и счастливы. Я думаю, что это супер источный доход, вот многие к этому стремятся, чтобы получать. Ну, в процессе того, что мы с тобой делали, на самом деле мне очень понравились твои результаты, и я думаю, что это можно и нужно передавать эти навыки, обучать этим навыкам других людей. Потому что вот нас смотрят зрители не просто так. И вот в историях перехода многие требовали, расскажите, что за источники дохода, как вы там зарабатываете и так далее. Сейчас мы приоткрыли тайну. Мы, конечно, не стали расписывать все процессы, да, для того, чтобы, знаешь, вот есть зрители, которые, вот все им нужно прямо сейчас. Многие люди, вот, к примеру, я уже за последние пять лет заплатил много денег в свое обучение, очень много денег, речь идет о десятках тысяч долларов. Есть человек, который не купил ни одной обучающей программы и говорит, а почему я еще не зарабатываю тысячу долларов в интернете? Ну, чтобы зарабатывать, нужно вкладывать сначала, да, в свои знания, умения и так далее. Безусловно. Этому тоже нужно учиться. Да, естественно, нужно обучаться у тех людей, которые знают, умеют на практике, показывают те результаты, которые видны. Да, допустим, вот смотри, сейчас что можно посмотреть? Вот твои результаты видны, правильно? Видны вот в тех скриншотах, которые ты прислала, видны в том стиле жизни, который ты ведешь и так далее. То окружение, в котором ты находишься, да, ты уже познакомилась с теми ребятами, которые у нас были в Историях Перехода, это Юля Рыж, Ксюша Клесова, Алексей Зорькин, Евгений Иванин и так далее, да? Достаточно много ребят. Ну и я хочу передать эстафету, ты знаешь, вот, я веду такую статистику. И есть две команды в Историях Перехода, парни и девушки. Да, кстати, я смотрела. Смотрела, да? Да. И сегодня ты добавила баллов как раз в женскую команду, это очень здорово, я тебя поздравляю с этим. Спасибо. Я именно, так скажем, болею за женскую команду, поэтому будет здорово, если мы в ближайших выпусках увидим еще несколько замечательных историй Перехода, которые нам будут ярко показывать, что все-таки успех можно и нужно повторять. Хорошо. Ведь каждый может совершить переход в новую, счастливую, гармоничную, финансово-независимую, свободную жизнь. Верьте в свои силы и присоединяйтесь к нам. Спасибо тебе за твой рассказ, за то, как ты поделилась своими мыслями, за то, как ты мощно прорабатываешь все задачи, потому что, знаешь, есть люди, которые ищут решение задач, а есть люди, которые погружаются в проблему. Те люди, которые в проблеме, они никогда не получат результат. Нужно на задачу смотреть всегда отстраненно. И мне очень нравится, что у тебя это получается и что сейчас ты будешь брать новые планки. Еще использовать рычаги. Рычаги, точно. Ну а я постараюсь, чтобы вот те результаты, которые ты сейчас взяла, вот эти первые планки, да, именно через интернет, я постараюсь научить тебя тому, чтобы ты их удвоила, утроила и так далее. И чтобы твой уровень финансовой независимости рос каждый месяц. Да, это моя цель, и я обязательно к ней приду. Спасибо тебе, Артем. Да, и пожелаем именно вот этого, постоянно увеличивать свой уровень финансовой независимости всем, кто нас сейчас смотрит. Да, безусловно. Успехов, друзья, действуйте. Успехов. Мне нравится цитата. Занятой человек занят всем, кроме своей жизни. Нет ничего сложнее, чем научиться жить. Здесь отдыхать со своей семьей, со своим мужем, ну просто замечательно. Сейчас мы пойдем кататься вон на тех водных мотоциклах. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин